Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Слово Эдисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт в нашем пятом по счету сезоне с версией 3.3.8 и добро пожаловать в седьмую по счету серию. Давайте мы сначала вот этого арбока, опа, ну да я случайно кинул Пикачу, замечательно, ну в принципе нужно было сразу наверное на маткип, почему я называю маткип, он же давным-давно уже свампер. Нужно было уже на него поменять, потому что так бы мы и прокачали и Пикачу, чуть-чуть, так еще вот это можно выкинуть и тут еще какая-то темка, например, я не знаю, давайте вот это. А, давайте сначала ребята пойдем поспим, пойдем поспим и потом дальше мы пойдем, ой, упаду, нет не упаду, пойдем домой, для того чтобы, чтобы, хотя как домой, мы сейчас дома, но дом у нас второй, то есть мы его делаем, вот спан охрененный, мы его делаем и нужно там уже потихоньку даже выращивать апреконы, только я не представляю где их выращивать, где будет нормальное место, чтобы их вырастить. Но перед тем ребята, не забываем комментировать активно видео, ставить лайки и вы сможете попасть в музей покемонов и подписчиков, только я его еще пока что не сделаю, а потом в скором времени сделаю. Где каждый покемон, которого мы словили, добавляется в музей покемонов в память, в память о том, что мы его словили и он у нас есть. И также человек, который активно будет принимать участие в комментировании, будет ставить лайк на каждое видео, будет комментировать под каждым видео, то он сможет попасть в музей подписчиков, то есть я буду следить за каждым человеком, что действительно ли он комментирует и принимает активное участие в обсуждении видео, и если он действительно активно принимает участие, то я буду добавлять его имя каждому покемону, которого мы словили, и тем самым он будет добавляться в музей покемонов и подписчиков. Допустим, имя там Сережа, допустим, да, Сережа, и не Сережа, а Сережа, да, и все, вот у нас покемон Сережа, и память о том, что у нас есть покемон, мы его словили и от подписчика, которого зовут Сережа, и который активно принимает участие в обсуждении в видео, и также он попал в наш музей покемонов и подписчиков. Ну, давайте сначала, ребята, то есть я это объяснил, да, и вы можете комментировать и все делать, чтобы попасть в музей. Так, сначала, нифига себе, у нас уже 50 глустуна есть, охренеть, мы марипов наколбасили. Так, это можно выложить, это тоже можно выложить. Нам нужно выращивать апреконы, твою ж фуражку. Но сначала, знаете что? Хотя у нас тут есть бульбасары, иви, ну давайте еще тоже марип, вот, нет, не нужно нам пока что марипа. Милтанк. Нам нужно милтанк. Потому что, так, милтанк правильно описал, правильно. Потому что нам нужна кожа, чтобы сделать себе, чтобы сделать себе рюкзак. Да. Так, сначала все я прикольно забрал или нет? А вот тут еще есть, да? Вот еще. Отлично. Первым делом я хочу делать себе левелболы и... Ну, ультраболы, левелболы и даскболы. Давайте сначала левелбол мы сделаем. Как он делается? Двою ж... Точнее, с каких частей? А тут разве... Бред какой-то... А почему не показывается? Например, верхняя часть, да? Левелбол. Как она делается? Твою ж... Например, красный, да? Вот. Вот как можно посмотреть. Репитбол, фастбол, левелбол. Ага. Левелбол так же, как ультрабол. Только не... Не два вот этих. Не два черных. А вместо одного черного еще красный. Красный у нас вроде есть. Сейчас... Даскбол. Как там делать? Даскбол 100% черный содержит, мне так кажется. Вот он. Даскбол 2 зеленых и 1 черный. То есть нам нужны зеленые, черные, красные и... Желтые, да? Так, зеленый. Один зеленый африк... Африкейт, что я хотел сказать. А красных у нас нету. То есть желтый есть, зеленый есть, черный есть. Еще нужен красный. Твою ж... А, есть! Есть красный. Я что-то профукал и не посмотрел, что у нас здесь видно есть. Так. Нужно выращивать возле нашего дома. ТП 240, 75, 260. Опа. Это кто? Милтанки, походу. Да, милтанки. А, ну все же их нужно тоже убивать, потому что нам... Нихрена себе. Как раз мы парочку уровней прокачаем нашему Пикачу. Я надеюсь. Плюс к тому, что мы прокачаем ему уровень. Так еще и... Так еще и добудем себе... Ну да, прокачали мы пару уровней. Но давайте вылечим, потому что Поке Хил далеко. Так. Нам нужно... Действительно, ребята, нам просто нужно... Кожа, чтобы сделать себе нормально так... Не убивай, пожалуйста. Чтобы сделать себе нормально так... Ну как нормально? Нам нужно, в принципе, только один рюкзак. И нам нужно там сколько? Девять кожи? Сколько у нас уже есть? Семь. То есть, уже почти-почти-почти. Как раз мы сейчас туда добежим. Если повезет, то с одного милтанка выпадет хотя бы две кожи. А там еще есть милтанки, поэтому нормально. Да, твою ж... Такие. Вот тут, ребята, мы, в принципе, будем использовать... Вот, две кожи уже есть, нормально. Все. Тут мы будем использовать вот это. Будем использовать... Покехил, потому что, в принципе, очень далеко находится наш Покехил. Точнее, лечилка, да? И пока что мы еще ее не сможем вот тут использовать. Потому что нам нужно еще один алмаж, чтобы сделать еще одну лечилку для нашего дома. А у нас есть нормально так вот этого. Еды, то есть... Как это называется? Как это называется? Вот забыл, офигеть. Картошечки, да? То есть, еще на первое время сойдет. Квик-атак. Вот так. Еще есть две шерсти. Дало, это нормально. 13 шерсти, в принципе, сойдет. Потому что шерсти, ну, на этот дом нужно. Нормально. Так, давайте пока что осветим. Вот тут, вот тут. Где еще можно? Вот тут давайте. Тут я как-то криво вроде сделал. Вот тут можно вроде убрать. Можно убрать. И вот так. Замечательно. Нужно еще себе потом будет сделать ножницы, да? Чтобы, в принципе, быстрее убирать шерсть. И чтобы даже собирать шерсть с Марипа. Потому что с них тоже можно собирать шерсть. Как из овечек, да? В обычном Майнкрафте. Так, это сюда. Твою же, что я поставил? Так. Не вот это, а вот это. Так. Ага. Ну, вроде все более-менее пока что нормально. Так, это еще, в принципе, 20 штук у нас есть. Еще можем вот тут это залатать небольшую площадь. Вот так. Ху. Давайте еще где-то сюда ее поставим. Чтобы уже до... О, нифига себе, там Босяндров. Я как-то даже не заметил. Пикачу и Пиджиотто. Ну, давайте сначала к Пикачу побежим. Пиджиотто, в принципе, пропадет, мне так кажется. Хотя и Пикачу сможет убить. Хотя, вроде не сможет убить. Ну, ладно. Да ты... Ты что из него? Пикачу, я тебя выбрал. Ты зараза. Я не побежал за Пиджиотто. Я побежал, чтобы тебя убить. Я тебе честь оказал. Потому что ты Пикачу. А сейчас ты зараза, пока я к тебе бежал. И ты пропал. И я уже не смогу Пиджиотто убить. Потому что я побежал за тобой. Вот Пикачу ты мразин, а. Вот это охренеть, ребята. С одной стороны Пикачу, с другой Пиджиотто. Я выбрал Пиджи... Я выбрал Пикачу. То есть не Пиджиотто. Я выбрал Пикачу, чтобы... Убить Пикачу, да. То есть не Пиджиотто, а Пикачу. И пока я к нему бежал, он зараза пропал. И таким путем я и не Пикачу не убил, и не Пиджиотто не убил. Вот твою же мать, а. Ребята, мы идем за Грудоном. Вы не верите, что сейчас Грудон заспавнится. Ха-ха-ха. Как это можно не верить, если он сейчас заспавнится? Что там у него элементарный спаун? Я поставил минимальный спаун, или что я там сделал. И все. Но он прямо сейчас... Не хочу я тропинча ловить паскуду мелкую. Потому что Флайгон настолько бесит меня, что это с ума сойти. То есть бесит своим голосом. В предыдущем сезоне, в последних сериях, если вы слышали, какой у него голос противный... А, я забыл! Твою мать! Я забыл, ребята, извиняюсь. Я в конце пятой серии говорил, и так и не пошел сюда. Да, хренеть. Я в конце пятой серии... Мы в конце пятой серии нашли вот тут мелкую деревню, и нашли вот эту сокровищницу. И в конце пятой серии я сказал, что мы сюда пойдем. Ну... Что мы сюда пойдем в шестой серии, но я так и забыл, и мы туда не пошли. Ребят, я извиняюсь. Офигеть. Вот это я забыл. Ну ладно, зато мы сейчас уже пойдем. А знаете, знаете что? Давайте мы камерапта сначала убьем. Он достаточно большой уровень, по сути дела. Ух! Но он же огненный, и он, по сути дела, вообще с вампиром не должен урон наносить. Да, не должен. Ну и так, видите, нормально. Мы его зафигачили, еще куча уровней дало. Но тут мы можем вылечиться, потому что тут никого нет. Ну, в смысле, нет, пути хила. А домой даже бежать далеко. Вот, например, давайте вот сюда. 700 тысяча. 785 тысяча. Ребята, я прошу прощения. Офигеть. Вот это я тупо забыл. Знаете, в конце пятой серии мы нашли и эту деревню, и эту сокровищницу. Я сказал, что в начале шестой серии мы сюда пойдем. Но в шестой серии мы так сюда и не пошли. Ну, давайте сейчас пойдем. Опа, главное туда не упасть. Давайте сюда в уголок куда-то. Так, осветить. Опа, железо нам нужно. Ребятушечки. Не железо, а золото. Вот я протупил. Ребята, у нас есть алмазик. Вот это нам опять повезло. Мы опять второй раз в сундуке находим один алмаз, который нам офигеть как пригодится. Еще и изумруд. Что бы выложить? Давайте вот это. Еще и железо одно. Оно немного, но в принципе. Офигеть, как нам пригодится один алмаз. То есть мы сейчас себе уже сможем сделать еще одну покехилку и поставить ее домой. Офигеть, ребята. Нам повезло в том смысле, что мы второй раз подряд находим в... Упади на меня, чтобы вот. А мы второй раз подряд находим в сундуках один алмаз. То есть в первых сериях мы нашли в деревне один алмаз. Сейчас мы в сокровищнице нашли один алмаз. И это офигеть, ребята. Прикиньте, сейчас еще и тут что-то будет. Вряд ли что-то нормальное, но... Опа. А вот это нормально. Еще и хлебушек. Хлебушек я бы взял. Незерек. Да, в принципе, это нам не нужно в данный момент. А что эти чудики торгуют? Опа. Один изумруд, шесть стейков. Ну, семь изумрудов. Иди ты нафиг. Арбузики. Ну, тут, походу, они тупо едой торгуют, как я понял, да? Но. Я не знаю. Вот, отлично. Давайте тогда это сюда. Они едой торгуют, а, в принципе, я не знаю. Один изумруд, это не так уж и много. В принципе, он нам нафиг не нужен. Но, все же, лучше его сохранить. И не тратить на еду. Потому что еды нам в данный момент хватает. Замечательно. Офигеть, ребята. Мы нашли еще один алмаз. И сейчас мы этим алмазом можем себе сделать уже пухилку. И она будет и в деревне, и у нас дома. Так. Фу. Ну, чё? Ну, чё, Гроудон, ты спаиваешься? Но, походу, тут не спаиваться. То есть... Ну, чё, он вроде не спаиваться. Так. Отлично. Опа. Опа. Это новенький покемончик. Я его, если честно, даже не видел. Вот ты, псина красивая, а. Он 26 уровень, ребята. И даже... Ну, давайте, знаете что? Давайте один раз его ударим. Ну, убили. Просто я хотел ему немного... Опа. Спрятанный. Ливстон. Замечательно. Просто я хотел его... Снести ему немного жизни, чтобы попытаться его словить. Просто у нас... Смотрите, ребята. У нас даже покеболов нет. Поэтому мы его и так, и так бы никак не словили. Я не знаю, редкий он или нет. Но я его, если честно, в первый раз вижу. Я ещё сейчас немного пробежусь вот тут. По пустыне. Потому что... Во-первых, мне нужно найти Desert M. Там, где спаиваться Сандил и Сиджи Лив. Да? Это будет офигенно, если мы найдём. Потому что... Потому что... Потому что... Это будет нормально. Мы сможем Сандила себе словить. Электробол. Бал. Мы сможем себе Сандила словить. И плюс к тому я буду знать, где вот этот биом. И... 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 Тем самым мы сейчас ещё тут немного побегаем. И может даже... Или биом новый найдём. Или ещё одну сокровищницу найдём. Опа. О. Ты как раз нам не нужен. Давайте вылечимся, ребята. Потому что мы далеко от Покехилки. И тут можно вылечиться. Так, где ты? Нет, не ты, чувак. Чувак. Не ты, не ты. Иди нафиг. Вот ты. Только не пропадай, пожалуйста. Это выключим. 57 уровень. Ну, убьём мы его, убьём. Это 100%. Добыл... Вот смотрите, ребята. Сколько тут вещей выпадает. А у нас даже... Я не знаю, что нам уже выкинуть. Ну, давайте вот это допустим, да? Например. Это можно сейчас скушать прямо. Вот. Ну. Давайте вот этот апрекон выходим. Ну. Всё, нормально. И вот поэтому нам... Оу, твою мать. И вот поэтому, ребята, нам нужно сделать себе как можно... Да ты чё, издеваешься? Я же над тобой пролетаю. И нам нужно сделать как можно быстрее себе рюкзак. А, в принципе, мы уже себе сейчас можем сделать, как я понял. Ну, тут ничего нету. То есть... Это дальше продолжение... Саванны. Тут, если посмотреть, нифига... Нифига нету. Смотрите, ребята, чё этот мод добавляет. В саванне новые деревья растут. А чё это за хрень? То есть, чё это за деревья? Прикиньте, сейчас тут где-то алтарь будет. Вот прикол будет. Чё это за деревья? Просто мне интересно, что это такое. Если мы сейчас это сломаем... Это может... Фу, твою ж. Ну, это долго ломать. Короче, потом разберёмся, чё это за деревья. Не хочу я вот сейчас это ломать. А давайте быстренько уже потопаем домой. Это... Это нет. Не вот сюда. Это возле нашего дома. Вот сюда. Наш музей в данный момент покемонов. Это... И, ребята, я потом построю. Потому что сейчас, в принципе, времени нету. И нужно какой-то... Как минимум нормальный музей сделать, а не какую-то какаху. Сами понимаете, да? Так. Замечательно. Ресурсы есть. Сейчас давайте мы быстренько себе сделаем рюкзачок. Там 8 нужно было, но всё равно. Сейчас выложим. Чтобы выложить. Выложить вот это. Выложить вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Можно вот это. Тоже можно выложить. Это. 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 Отлично. О, это кто у нас? Клин Кланг. Он вроде в земле, мне так кажется. Ну, ладно. Ещё посмотрим. Ам. Ребят, и уже нужно пойти себе сделать. Он в земле. Поэтому я не хочу рыться, если честно, в землю. Нужно себе уже идти апреконы садить. А то я на начале серии хотел пойти посадить. Но так и руки не дошли до этого. Но где бы их начать садить, если честно, я вообще не в курсе. То есть тут места толкового даже нету. Выбрать где-то нормальное место, чтобы их посадить и чтобы их потом не переносить. Опа. Леди-ба. А потому что, знаете, если мы посадим апреконы, то потом переносить их как-то не очень захочется. Только потому что их нужно будет заново где-то ловить. Или просто собирать их и потом... Как это? Собирать. Потом опять садить. И тем самым мы какое-то количество апреконов потеряем. Вот, отлично. Ух, нифига себе там боссов. Поэтому, наверное, ребята, в этой серии мы ещё садить не будем. А я в не серии себе почищу место, где нормально будет посадить апреконы. И чтобы нам не мешало. Сделаю какую-то площадку. Так. Тут у нас майнун в спиру. Давайте сначала майнуна убьём. Так. Чё, сразу двое пропали? Давай чё, на приколе, ребята. Это уже не первый раз вот такая хрень. Когда сразу двое пропадают. Это ещё нет, это ещё нет. А вот это... Нет, это тоже ещё нет. Так, ладно. Нифига ещё не выросло. 1, 2, 3, 4. Опа, долетим. 5. Так. Ща. Фух. О, босс, ещё один. Волтор. И там ещё один босс. Волторп. Мэджикарп. Эээ. Ну. Ладно, давайте Мэджикарпа. Волторп должен пропасть, в принципе. Мы далеко от него убегаем, да? А если мы тогда кинем, то и Волторп тоже останется в поле зрения. И не факт, что он пропадёт. Опа. И Волторпушка. Ребята, сейчас мы, может, ещё и двоих убьём. Так. Можно и Марипов убить, но давайте быстрее мы лучше побежим к Волторпу, пока он не пропал, зараза. Так. Не пропадай. Пожалуйста, Волторпушка. Да, конечно, глупо убивать с вампертом Волк, хотя... Мы урон ему более-менее наносим, но он, конечно, нам ещё больше наносит, потому что он всё-таки электрический. Но мы его убили, и нам охренеть, как много дало вот этого всего. И, ребята, давайте мы уже... У нас уже есть два Орба. Мы уже, в принципе, даже можем что-то делать. То есть, что-то мудрить с Орбами. В том смысле, что мы уже можем прокачивать. То есть, мы уже можем на начале сезона уже взяться за прокачку Орба. Чтобы потом нам не нужно было прокачивать, и чтобы у нас были уже прокачаны Орбы. Уйди ты сюда. Сюда фиг попадёшь, а. Ну, ещё раз. Отлично. Немного шерсти, 20 кусков. Фух. Ну, бэкпак мы себе сделали. Вот он. Вроде места там не должно быть много, но хватит. Дальше. Домик у нас есть, пол мы себе сделали. И нам сейчас... Я бы из Сирии, ребята, поставлю... А прикольно, точнее, хотя бы выделю для них участок, потому что я сейчас даже не знаю, куда их ставить. Если, например, где-то вот тут посажу, а потом мне захочется куда-то их перенести, то нам нужно будет разрушать эти Орбы и заново их садить. А это, если честно, не очень мне так и хочется. И тем самым мы какое-то количество Орбов просто потеряем. Поэтому не очень. Давайте вылечимся. Мы далеко от Хилки. ТП, хочется туда неохота. Ты какой там уровень? Фух. Ну, давайте попробуем. Опа, нормально. Раучики. Слам. Квик. Котак. Мне, если честно, нужно... Эртквик. Было бы офигенно, если бы мы... Если бы... У-у-у. Вот я, зараза. А, так, сюда. Это кто у нас? Диглит. Не хочу. Опять диглит. Было бы офигенно, если бы... У-у-у. Слампер-то был... Был-был Эртквик. Было бы вообще охрененно. Так, отлично. Это у нас кто? Опять диглит? Нет. Нет. Ладно. Давайте еще убьем вот этого босса. Если успеем. Я надеюсь, мы успеем. Красный, офигеть. Так. И, наверное, на этот... Нихрена себе. Ребят, мы его еще даже не убьем, наверное. Мы еще и убежать не можем. Да. Ну, давайте еще раз попробуем. Убьем, убьем. Не убьем, не убьем. Потому что он реально сильный. А мы по нему толком даже ничем не попадаем. Не, ну в Атерганом мы его сможем убить за миллион атак, конечно. В принципе, потихоньку он урон досносит какой-то. Но, тем самым, он быстрее нас убьет, чем мы его убьем. Потому что он нас на пару урона опережает нас. И поэтому он нас убьет. Ну, не попадай, пожалуйста. Не дари нам. Я тебе буду благодарен, если ты по нам не попадешь больше ни разу. Ху. Замечательно. Ху. Как-никак мы его убили. Так, это можно в данный момент вот сюда. Офигеть. Отлично. С вампера у нас уже 58 уровень. Конечно, это с 7 серий пошло. Но и Пикачу у нас уже 27. Давайте еще, знаете, сколько там уже серия? 25 минут идет. Ну, давайте еще, знаете, давайте еще сюда на гору взлетим. А, может, Синда Куилл. Торчик. Вдруг. Хотя у нас, если честно, ну, у нас вообще покеболов, ребята, нет. Нам нужно заняться вот этим, потому что это офигенно. Сайтера я хочу. Жучара офигенный. Будет разруливать. Опа. Ну, там босс был, но он уже пропал. Потому что мы вышли с поля зрения, да. Жучара офигенный, Сайтер. Мы, наверное, потом даже Сайтера словим в следующий. Опа. Опа. Ух. Радоваться-то можно, что мы нашли Синда Куила. Если фастболт сработает, будет тупо охрененно. Настолько? Пожалуйста. Я тебе... Ага, хрен. Фрэндболл. У нас, ребята, нет вообще... Болов, то есть... А, вообще нету. Нам, в принципе, даже нефиг делать. То есть... Мастер Болл я на Синда Куила миллион процентов не буду использовать. Потому что проще будет потом найти еще одного Синда Куила, чем... Да фиг, фиг он словится, но... Будет потом проще найти еще одного Синда Куила, чем выбить еще один Мастер Болл. Нет, Синда Куила. Я извиняюсь, но... Никак. Я бы, конечно, хотел тебя словить, но... Мастер Болл я на тебя использовать миллион процентов не буду. Ребята, кто мне сказал, почему ты из Пуки-центра не забрал шерсти? Потому что это не шерсть, а это кварц. Поэтому я и не забрал. Так. Что мы можем тут забрать? А мы можем наворовать... Книжечек себе. Чтобы потом зачаровать себе что-то. Вылечим. Потому что возле нас есть Пуки-хиллы и сейчас нету смысла. Ну, как бы. Можем использовать Пуки-хилл, но если возле нас есть хилка, то... Не будем нарушать правила, с собой же поставленные. Опа! Тандерстоун. Замечательно. Таким путем, знаете, можно еще и побегать и просто вот эти Покеболы поискать. И, в принципе, будет офигенно, если мы что-то нормально будем с них выбивать. Даже если, например, один тот же ультрабол мы с него выбьем, то уже... Да и даже не ультрабол, а какой-то другой там Покебол тоже будет нормально. Сейчас бы был... Хотя, если бы у нас был Дастбол, то сейчас мы бы и попытались кого-то словить, но... Так. Беги. Точнее, лети. Опа! Опа, 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 ребята. Когда свет в ночи пронзает листву, это означает, что тут где-то спрятанный Покебольчик есть. Где-то, где-то, где-то он вот... Ух, это что еще? Типа все сломается? Охренеть. Прикол. Охренеть мы себе вот этого надыбали и... Как его? О, нифига себе! Вот это прикольно так соберется. Ну, в принципе, да, трекопитейтер это охрененная штука. Лифстон. А если еще вот так? Не, ну так это бы уже чересчур было, да, если бы... И вот это снизу все собралось. Ну, давайте еще вот это соберем и топаем отсюда, ребята. На принципе, уже давайте топаем. Вот сюда, да? Да, сюда. Поспим. И, 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 и... И на этом заканчиваем. Почегусь. Ну что, ребята, вот наш в данный момент музей покемонов. То есть, я еще раз повторюсь. Это уже вторая серия после того, как я объявил вот этот музей. Еще, может, серию я посмотрю, кто активно принимает участие и обсуждает. Каждое видео ставит комментарии, ставит лайки. И потом первый человек уже займет имя нашего свамперта. А потом еще Пикачу. Ну, а потом, может, еще кого-то словим. Ну, если бы мы, например, сейчас ловили Синдаквила, то сейчас бы тоже он занял какое-то место. Ну, еще бы один покемон был. До следующей серии без записи, то есть, вне записи, я уже выделю место для посадки апреконов. Потому что давным-давно это уже нужно было этим заняться. Но, как-то время... Не было время, мы или летали, или еще что-то сделали. Но, все же, ребят, сезон, мне кажется, даже не будет таким долгим, несмотря на то, что нам требуется нормальное времени. То есть, нам потреб... В данный момент даже требуется нормальное время, чтобы что-то сделать. Но... Опа. Но, все же, ребята, такого ничего нету, потому что в этом сезоне мы не будем прокачивать команды. Я уже говорил, что мы будем другое что-то делать. Поэтому сезон даже так не затянется. Нам нужно тупо ловить покемонов. Мы уже, ребята, мы уже с вампирта давным-давно уже должны были выложить в компьютер. Только потому, что у нас в данный момент другое... Как это можно сказать? Другая цель в этом сезоне. Поэтому, если бы у нас были другие покемоны, то с вампир уже давным-давно бы лежал в компьютере. Поэтому... Да и Пикачу, вот мы уже можем его... Хотя, давайте уже его будем. Хотя, нет, не в этой серии, давайте в следующей. А давайте нам заканчивать, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр. Комментируйте, чтобы попасть в музей покемонов и подписчиков. И давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока.